Здравствуйте! В данном видео мы обсудим такую биологически активную добавку, как биотин. Какова ее польза и возможный вред? Биотин, он же витамин В7, коэнзим Р и витамин H. Разные названия дали ему ученые из разных стран прошлого века. Биотин представляет собой один из самых известных и популярных водорастворимых витаминов группы В, который благодаря позитивному воздействию на кожу, волосы и ногти, называют витамином красоты и молодости. Обычно после жаркого и сухого лета кожа становится более сухой и нуждается в дополнительном питании и уходе перед холодной зимой. Обеспечить его только внешними средствами достаточно непросто. Каждый наблюдал у себя сухость кожи в зимний период. Организм нуждается в дополнительной подпитке изнутри и организовать ее можно, восполнив дефицит витамина В7. Вещество регулирует активность сальных и потовых желез, таким образом помогая бороться с такими проблемами, как облысение, медленный рост волос, сезонное выпадение волос и так далее. Регулярный прием биотина способствует укреплению ногтей. Ученые провели исследование, в котором 8 человек с ломкими ногтями получали ежедневно 2,5 миллиграмма биотина в период от полугода до 15 месяцев. В конце эксперимента толщина ногтей увеличилась на 25% у всех участников этого эксперимента. Биотин принимает активное участие в обмене белков и жиров. Более того, он способствует активации выработки глюкокиназы, особого фермента, регулирующего обмен углеводов. Еще одно важное свойство витамина В7 – это позитивное воздействие на нервную систему. Регулярный прием этого вещества помогает контролировать количество сахара в крови, что особенно важно для людей, которые страдают сахарным диабетом или же предрасположены к возникновению сердечно-сосудистых болезней. Симптомы дефицита биотина – это выпадение волос и их истончение, сыпь на коже, шелушение. Из дополнительных можно отметить повышение в крови уровня глюкозы и холестерина, понижение гемоглобина, вялость и апатия, а также появление перхоти. Понять, испытываете ли вы недостаток биотина в организме, можно просто сделав анализ перед тем, как употреблять добавку. Однако, заработать передозировку биотина довольно-таки сложно, так как витамин является водорастворимым и все его излишки самостоятельно выводятся из организма. Какова же польза биотина для активных людей? Благодаря уникальным свойствам и широкому спектру воздействий биотин играет важную роль в рационе спортсменов, так как регулярный прием этого витамина позволяет достичь уменьшение болей в мышцах, укрепление иммунитета, уменьшение усталости, улучшение когнитивных функций в коре головного мозга, уменьшение количества холестерина в крови, выработки коллагена, нормализации функционирования щитовидной железы. Все это подтверждает важность витамина В7 в поддержании отличного самочувствия и крепкого здоровья, поэтому крайне важно следить за тем, чтобы в ежедневном рационе его было требуемое количество. Для взрослых это минимум 30 мкг в день. Человек, который питается правильно и разнообразно, получает с едой порядка 40 мкг биотина. Если же питание скудное, можно принимать добавки. Что важно, длительная передозировка этого витамина не вызывает патологических изменений. В редких случаях при большом количестве биотин может увеличить частоту мочеиспускания и привести к повышенному потоотделению. Избыток его благоприятно сказывается на росте и укреплении волос и ногтей, как было сказано выше. Исходя из отзывов людей по большей части прекрасной ее половины, препарат очень даже работает, помогая с восстановлением волос и ногтей. Теперь вы знаете все о биотине. Будьте здоровы, не болейте. Друзья, если вам интересна данная тематика, предлагаю вам подписаться на наш канал, нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео.